Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители моего канала. С вами Олег Иворович и моя мастерская. Сегодня буду делать очередную модель кивка для зимней удочки для подлёдного лова. Вот такой кивок сейчас у меня в руках. Вы видите интересную модель кивка, о котором всегда ходила легенда в 70-е и 80-е годы. Все профессиональные рыбаки зимней ловли говорили, что лучше кивка, чем со щетиной кабана, не существует. Именно в те годы. Если, соответственно, сделать сравнение между теми годами и этими годами, соответственно, можно сказать, что кивок со щетиной кабана не совсем и лучше, чем нынешние кивки. Но, тем не менее, я решил сделать для себя и для своих друзей вот такую интересную модель кивка. Для того, чтобы сделать этот кивок, соответственно, нужен материал. И самое главное, это найти щетину кабана. Щетина кабана должна быть со взрослой особи кабана. Это очень важно. Ведь именно у взрослой особи, трофейной особи, на холке находится вот такая крупная щетина. Соответственно, мне охотники привезли и подарили жмот материала щетины кабана. Я этот кивок делал персонально под свою мормышку. Соответственно, если кто-то захочет сделать себе такой кивок, вы тоже будете его делать под свою мормышку. Когда я сделал этот кивок, я выставил фотографию в одну из крупных групп и хотел очень услышать впечатление рыбаков, кто пользовался таким кивком. Очень много получил позитивных отзывов. Все говорили о том, что в действительности этот кивок очень чувствительный. Его использовали в основном в те времена спортсмены и профессиональные рыбаки. Но были, конечно, и негативные отзывы о таком кивке. Много ребят говорили о том, что кивок недолговечный и ломается на морозе или при обледенении кивка. Но для того, чтобы это узнать, нужно его сделать, нужно провести эксперимент и только тогда понять, стоит этот кивок чего-то или не стоит. Для того, чтобы это все понять, мы сегодня сделаем с вами вот такой интересный, я бы сказал, довольно-таки классный кивок. В процессе своей работы я вам покажу материал, из которого я буду делать кивок, покажу инструмент и покажу некоторые наработки, с которыми я столкнулся, когда делал для себя и для своих друзей вот такой миниатюрный и очень чувствительный кивок. Если мое видео было вам интересно, поставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и оставляйте свои комментарии. Также не забывайте вступать в группу, которая находится на страницах фейсбука. Ссылка будет в описании под видео. Итак, поехали! Сейчас, друзья, я вам демонстрирую кивок. Я не скажу, что это новая модель кивка. Это довольно-таки старая модель кивка, которая использовалась в далеких 70-х, 80-х и даже 90-х годах. И многие профессиональные рыбаки тех времен всегда говорили о том, что лучше кивка, чем из щетины кабана, в принципе, не существует. Подобрать щетину довольно-таки сложно, потому что нужно как минимум очень большой особь дикого кабана и волос дикого кабана, который находится на холке этого зверя. Сегодня я вам покажу, как я сделаю кивок с щетины кабана под средний размер мормышки, который хорошо подходит под мой водоем и под ту рыбу, которую я иногда ловлю. Давайте отберем сразу, возьмем 4 вот таких ворса или шерсти, я даже не знаю, как правильно сказать. Потолще и подлиннее выбираем с этой, ну 4-5 штучек возьмем, чтобы потом не играться. Ну вот под эту мормышку я и буду делать сегодня кивок. Также мне нужны еще кембрики. В данном случае очень хорошо себе показал термоусадочный кембрик. Крепление под кивок мы возьмем с магазинного кивка. Вот я нашел такой магазинный бракованный кивок и с него я заберу крепление. Нужен острый нож. Нужен клей. Ну я использую всегда суперклей. Еще нам нужна нитка. Только в процессе рыбалки мы сможем с вами понять, хорошая это модель кивка или нехорошая. Для начала выбираем самый длинный ворс. И желательно, ну в принципе они одного диаметра, по большому счету там плюс-минус. Найдем самый такой длинненький. Вот. Вот такой ворс. Смотрится он в принципе как проволока. Теперь наша задача. Наша задача сделать пропускное кольцо. И вот здесь обязательно нужна нитка. У этого ворса, у этой шерсти есть толстый конец и есть более тонкий конец. То есть здесь начало шерсти и конец. Нам нужен сейчас конец там, где потоньше. Делаем вот такой заворот. Вот такая петля, чуть поменьше диаметра мы сделаем. Она нужна для того, чтобы здесь мы продевали леску. Берем нитку и возле пальца, вот здесь, где мы держим саму петлю, нужно сделать несколько оборотов нитки. Сделали буквально 4-5-6 оборотов нитки. Берем клей и наносим клей там, где мы намотали с вами нитку. Клей хорошо пропитывает нитку и соответственно будет хорошо держать. Берем кусачок и обрезаем лишнюю нитку. Эта петля на конце нашего килка предназначена для того, чтобы мы в дальнейшем запускали сюда леску. С помощью острого ножа удаляем лишнюю часть нашего будущего килка. То есть там, где мы мотали нитку, удаляем вот эти лишние части этой шерсти или ворса, как хотите, так и называйте. Ну и теперь, как всегда я говорю, у нас начинается творческая работа. Сейчас самое главное это подобрать диаметр кембрика. В данном случае я буду использовать термо кембрик. Подбираю потоньше диаметра кембрика, чтобы он подошел более-менее к диаметру будущего килка. Сейчас вот буквально отрезаю кусок кембрика, чтобы длина моего кембрика перекрыла полностью вот этот узелок, который мы только что мотали ниткой. С обратной стороны мы продеваем кембрик и протягиваем его полностью к этой петле. И аккуратненько одеваем, слегка прокручивая, надеваем. И вот в этот момент мы сейчас с вами выбираем, делаем тот диаметр будущей петли, куда мы будем запускать нашу леску. То есть вы можете сделать как побольше, как поменьше. Но я делаю так, оптимальный вариант. Теперь с помощью нагретого паяльника, сейчас буду обкатывать термоусадочку. Аккуратно, никуда не спеша, чтобы не нагреть вот этот кабаний ворс. Или кабанью щетину. Аккуратно понемногу обтягиваем, чтобы красивенько получилось. И в то же время, этот термоусадочный кембрик нам даст некоторую крепость. Пока термоусадочный кембрик горячий, я стараюсь его пальцами как бы вкатать, чтобы у него получился поменьше диаметр. Чтобы он плотненько сел по толщине щетины. Вот так, плотно-плотно. Теперь беру следующий кембрик точно такого же диаметра. И отрезаю кусочек кембрика. Буквально небольшой такой кусок. В принципе, этот кембрик будет служить как дополнительное усилие. Самая главная задача этого кембрика, чтобы я хорошо видел окончание своего кивка на льду. То есть, я сделал такой контраст. Соответственно, вы можете сами выбирать себе цвет. Именно тот цвет, который вам удобен. И вы хорошо видите его на рыбалке. И снова же с помощью паяльника нагреваю и укатываю этот кусочек термоусадочной трубки. Его хорошо будет видно на снегу или на льду. Теперь наша задача сделать дополнительную часть нашего будущего кивка. Для этого я беру три щетины. Выбираю более-менее потолще и подлиннее. Их нужно сложить ровненько. Один конец. Теперь их изгибаем пополам. Вот эту растрепанную часть удаляем с помощью кусачек или там ножа. И там, где мы сложили пополам, нам нужно тоже его разрезать. Разрезать буду тоже с помощью кусачек. Это удобно. И вот мы с вами получили вот такую дополнительную часть будущего кивка. Назовем ее усиленная часть кивка. Теперь нам нужно вот это все сложить вместе. И соответственно нужно закрепить. И закреплять будем как всегда с помощью термоусадочной трубки. Отрезаем кусок термоусадочной трубки. Где-то приблизительно миллиметров 8. Ну можно даже сантиметр. Все тоже индивидуально. Теперь наша задача состоит в том, что нужно вот эту дополнительную часть нашего кивка продеть в термоусадочную трубку. Продеваем медленно. В принципе можно даже по одной штуке туда продевать. Чтобы было более удобно. Так как диаметр нашей термоусадки довольно-таки маленький. И бывают некоторые сложности. Но если постараться, все получится. Вот так по одной щетинке можно вставлять, вставлять и все хорошо выйдет. Вот так. Теперь ровняем щетину, чтобы было ровно и красиво. Теперь берем главную часть нашего кивка, которую мы уже с вами приготовили. И продеваем тоже вовнутрь этого кембрика термоусадочного. Щетину нужно полностью выровнять. Поправляем наш термоусадочный кембрик практически к окончанию дополнительной части кивка, чтобы она спряталась в термоусадке. По большому счету, если у вас есть сомнения, вы можете также проармировать ниткой. Но я этого не делал. Ну и снова же в помощь нам паяльник. Аккуратно обкатываем нашу термоусадочную трубку. Для того, чтобы хорошо стянуть, стянуть вот эту шерсть или щетину. Главное никуда не спешить, а медленно и уверенно прогревая, прокручивая его по всем сторонам, чтобы все было равномерно и тогда хорошо будет держать термоусадочная трубка. После того, как мы собрали практически наш кивок уже из двух частей в одну часть, давайте проверим, как основная часть кивка будет реагировать на вес нашей мормышки. И как вы видите, в принципе, все довольно-таки неплохо. То есть я сказал в начале ролика, что делаю кивок индивидуально под свою мормышку. То есть каждый имеет право себе выбрать ту жесткость кивка, которая вам интересна. То есть можно сделать подлиннее или сделать покороче. Или, в принципе, можно даже уменьшить вот эту вторую часть кивка. Взять не три щетины, а взять, например, две щетины. Соответственно, жесткость вашего кивка будет совершенно другой. Теперь я взял кусок кембрика от проводки, от электропроводки. И с помощью этого кембрика буду делать дополнительное кольцо, через которое будет проходить леска. Отрезаю кусок кембрика, буквально миллиметра 3-4. Теперь нам нужно укрепить это промежуточное кольцо. И укреплять его буду тоже с помощью термоусадочной трубки, только большего диаметра. Отрезаю небольшой кусочек термоусадочной трубки большего диаметра. Теперь наша задача выставить ровно промежуточное кольцо. Самое главное, чтобы это дополнительное кольцо стояло на одной оси, с начальной петлей, сквозь которую мы будем продевать леску. И снова же паяльник нам в помощь. С помощью паяльника мы аккуратно прогреваем термоусадочную трубку со всех сторон, чтобы одинаково равномерно нагреть термоусадку. Мы укрепили все наши кембрики, проверяем, как у нас это все получилось, ровно или неровно. И теперь наша главная будет задача, это сделать крепеж для нашего будущего кивка. Для того, чтобы сократить время, не тратить попусто его, как я сказал, я беру крепление от кивка лавсанового, который где-то у меня валялся под столом, потому что он был бракованный. Для крепления кивка мне нужно было подобрать еще кусок кембрика от электропроводки, который хорошо подходит по внутреннему диаметру крепления. Теперь наша задача вставить наш кивок в крепление кивка, в верхнюю часть, там две части есть, да. Как бы получается, в креплении есть часть, которая крепится к удочке, а следующая часть это для крепления кивка. Вставив полностью свой кивок вовнутрь этого крепления, беру кембрик и вставляю этот кембрик вовнутрь крепления. Немножко сложно, потому что диаметр, ну, подходит очень четко, но вот так с трудом, все-таки я его вставлю туда. Вот так плотно, но хорошо сел кембрик в крепление кивка. Благодаря этому кембрику мы сделали кивок, который регулируется. Соответственно, мы можем регулировать жесткость нашего кивка. Сейчас мы проверим, как работает мормышка. Отлично. В принципе, я получил тот изгиб кивка, который мне был интересен. Работает вторая часть кивка, так что все хорошо получилось. Сейчас мы доведем наш кивок до окончания. Заднюю часть кивка нужно подрезать ровно. Снова беру термоусадочную трубку, отрезаю где-то буквально миллиметров 5-6. Продеваем щетину сквозь эту трубку. И теперь снова паяльник нам в помощь. С помощью паяльника обкатываем нашу термоусадочную трубку. Беру еще одну термоусадочную трубку другого цвета, отрезаю буквально кусочек миллиметра 3 термоусадки. Надеваю ее сверху на желтый цвет термоусадки. И снова паяльником укатываю эту термоусадочную трубку. Сейчас, друзья, я вам покажу полностью размер этого кивка. Кивок вы можете делать индивидуально. Кому нужен больше, делайте больше. Кому меньше, делайте меньше. У меня получился вот такой размер моего кивка. Уважаемые друзья, зрители моего канала, сегодня мы с вами сделали интересную модель кивка для зимней удочки, для подлёдного лова. Как вы видели, в принципе, сам кивок делать очень просто. И никаких осложнений в этом совершенно не существует. Но что мы с вами сделали более-менее интереснее и немножко удобнее, чем делали раньше рыбаки. Потому что у нас возможности с инструментом и материалом гораздо лучше, чем раньше было. Мы его сделали регулируемым. То есть, в принципе, мы можем использовать этот кивок как под лёгкую мормышку, где будет работать первая часть кивка. И также мы можем использовать этот кивок для более тяжёлых мормышек. Когда мы выдвинем кивок немного дальше, получается, что кивок уже будет работать как первая часть, так и вторая часть. Соответственно, именно такая модель кивка и сделает его более долговечным. Уважаемые друзья, делайте вот такой кивок, отправляйтесь на водоём, проверяйте его. И в ваших комментариях хотелось бы услышать ваше мнение и ваше впечатление. Кому понравился такой кивок, а кому не понравился. Всегда выслушаю от вас более конструктивные комментарии и интересно будет с вами пообщаться. Ну что ж, друзья, на этом видеоурок закончен. С вами был Олег Еврович и моя мастерская. Всем удачных рыбалок и хорошего настроения. До новых встреч. Пока.